Мы рады приветствовать вас на маленьком уголке Бурятии на Дальнем Востоке. Так, приветствовали всех гостей, кто попадал в павильон Бурятии на Восточном экономическом форуме. Картины и бронза от наших мастеров. Республика постаралась представить на Дальневосточной земле все свои таланты. Привезли даже полезные ископаемые. На территории Бурятии целых 390 месторождений. Власти надеются, что именно туда зайдут новые инвесторы. Все условия республика для них создала. В этом году несколько месторождений жили. У нас есть механизмы поддержки, у нас есть системные мероподдержки. Видео на лобовке, конференции кадрового потенциала. В общем, все, что необходимо для развития проекта есть. Плюс хорошая логистика. Глава подчеркнул, что мы умеем не только полезные ископаемые добывать, но и производить высокотехнологичную продукцию. И показал бизнесменам со всей России нашу авиатехнику. Совсем скоро вертолеты, что представили на Восточном экономическом форуме, отправятся в Индию. В перспективе одна из моделей будет собираться именно там. Похвастались во Владивостоке бурятские власти и достижениями в области науки. Именно у нас разработали искусственную кожу, которая не вызывает аллергии. А известным в нашей республике ДРД тестом-маркером по инсульту уже заинтересовалась крупнейшая медицинская компания из Индии – Меданта. Сейчас мы договорились о том, что в конце сентября мы хотели бы проверить наши тесты у них в их клинике в Индии. Соответственно, по итогам этой проверки мы получим обратную связь. И если проверка будет удачной и понравится индийским коллегам, как работает тест, мы можем рассчитывать на бесплатные клинические испытания. Как отметило руководство республики, площадка бурятии на форуме была самой представительной. Многие инвесторы Таежной и Озерной не просто заинтересовались, а уже пообещали к нам приехать. У всех другое отношение. То есть они, повторюсь, понимают, что бурятия – это серьезно. Бурятия – это перспектива, возможность, и там настоящие люди. Важным моментом Восточного форума стало то, что власти бурятии обсудили программу развития ЖКХ. По ней коммунальные сети Вулан-Удэ, Гусино-Озерский и Севербайкальский, износ которых больше 60%, могут рассчитывать на полную модернизацию за счет федеральных денег. Мария Латышева, Новости дня, Приморский край. Продолжение следует...